В Гусинозёрске 75 человек заразили сальмонеллёзом, 42 из них – дети. Пострадавшие ели суши в одном из кафе города, после чего почувствовали недомогание. Роспотребнадзор провёл эпидемиологическое расследование и выявил ряд нарушений. Нарушалась поточность технологических процессов, отсутствовали необходимые условия для мытья посуды, соблюдение правил личной гигиены сотрудниками предприятия, не соблюдалась технология приготовления блюд, условия хранения сырья и готовых блюд. Бактерии поражают органы желудочно-кишечного тракта, в запущенных случаях возможна смерть. В организм она попадает вместе с пищей, водой или через грязные руки. Чаще всего сальмонелла встречается в мясе, рыбе и яйцах. В 2023 году истёкший период текущего года, при проведении внеплановых проверок 27 предприятий общественного питания, реализующих шаурму и блюда китайской кухни, во всех предприятиях выявлены грубые нарушения санитарного законодательства и технических регламентов. Мы уже говорили, что сальмонелла любит мясо, а где много мяса – в шаурме. Отличие шаурмичных в том, что их кухня доступна взору посетителей. Вот мы и посмотрим, в каких условиях приготовляют любимый нами мясной рулетик. Сколько у вас человек здесь работает? Два человека – кассир и помощник. Ой, повар. То есть кассир никакого отношения к приготовлению? Конечно, только повар. И я, повар, не имеет отношения к кассирам. Один. Один? Где все это находится? Тут и там. Перчатки. Вы как часто меняете? Все меняется. Вот. Лежат, каждую секунду меняется. А вот вы пришли, я вас обслужила, пошла, перчатки одела. Сняла, дальше обслужила, пошла, одела. Для булочек специальный холодильник есть. Для заморозки специальный холодильник есть. Вот холодильник, а тут холодильник. Там заморозка, здесь свежие овощи, там снизу. И здесь булочки и все такое. А вот у вас что-то здесь хранится? То есть не в холодильнике? Лук. Лук, перец, сыр? Ну, овощи, да, тут лежат. Потому что мы их готовим постоянно. И из холодильника постоянно доставать. Это тоже срок может испортиться, потому что мы постоянно в холодильнике, в холодильнике вытаскиваем туда-обратно, а не из-за этого быстрее портятся. У каждого раковина – это продукция своего, овощи. Мытью посуды и все. И тазики, также растворы, все для тряпочек, для этого все есть. Все пишется, все тетрадки. И фритюрное меню, как меняется все, часы, все-все меняется, все пишется. А как часто вы проводите обработку помещения? Каждую неделю женщина работает все. Каждую неделю. Скажи. Вкусно. Симптомами сальмонеллеза являются повышенная температура, слабость, головная боль, тошнота, рвота и боли в животе. Если вы заметили один из признаков, незамедлительно обращайтесь к врачу. Сальмонелла выявляется бактериальным посевом. И если мы обнаруживаем сальмонеллу, то тогда назначается адекватное лечение. То есть адекватное лечение в достаточном количестве принимается антибактериальное средство. После прохождения лечения человек сдаёт контрольные анализы. Обезопасить себя от бактерий можно. Достаточно соблюдать простые условия. Тщательно мыть руки, проводить тепловую обработку продуктов и сохранять товарное соседство в холодильнике. Алина Кашина, Александр Семёнов, телекомпания АТВ.